Рукотворный лес на берегу. Около Мещерского озера построят театр. Большая концертная площадка. Проект для Нижневолгской набережной. Инженер вместо плотника. Как работать с бревном без применения топора. Телевизионная программа «Строй». Смотрите в эфире на портале YouTube на сайте ННТВ. Здравствуйте! Сегодня у нас в программе очень разные темы. Как всегда, покажем современные технологии, продемонстрируем оригинальные изобретения для индивидуального строительства, расскажем о больших проектах. Первый у нас на очереди Нижневолгская набережная. Ее проект утвержден на градостроительном совете. Разбираемся в главных решениях и наиболее интересных деталях. Проект будущей набережной разделен на две очереди. Первая должна быть реализована до грядущего чемпионата мира по футболу. Она включает основное благоустройство в двух уровнях. Верхний уровень набережной будет линейным продолжением уже готового участка от гребного канала до Чкаловской лестницы. Здесь будут выполнены велодорожка, прогулочный променад, устроены скамейки и освещение. Прогулочная зона получит раскрытие в виде смотровых площадок. Мы выделили четыре смотровых площадки, которые с регулярным шагом повторяются на всей длине. Сам вокзал акцентирован еще парадными лестницами и колоннами с обеих сторон. Спуски с верхнего на нижний уровень будут расположены через каждые 120 метров. Две полукруглые лестницы будут обнимать каждую смотровую площадку. В обоих концах проектируемого участка также предусмотрены пандусы. На склоне между верхним и нижним уровнем будет выполнено озеленение. По лестницам, парапетам и смотровым площадкам мы пришли к выводу, что это должен быть бетон на белом цементе. Поскольку штукатуренные поверхности очень часто разрушаются, требуют много ремонта и эксплуатационных затрат. Если просто красить бетон, то это тоже, в общем-то, постоянное облупление этих поверхностей. Вынуждены будем все время это докрашивать. Соответственно, все элементы каменные на вет, они сделаны из бетонных изделий на белом цементе. Средства из бюджета на реконструкцию набережной по обещанию губернатора будут выделены в этом месяце. И хотя по контракту рабочая документация по проекту должна быть завершена к 1 июня, архитекторы торопятся закончить работу раньше срока, чтобы дать возможность строителям выйти на площадку уже в мае. Вторая очередь проекта закладывает ряд привлекательных сооружений для Нижневолжской набережной. Но это уже перспективы дальше, чем 2018 год. Вот там знаковая веха год 2021, Нижнему Новгороду 800. Что же предлагают проектировщики? Десятилетнее заточение Нижневолжской набережной за Синим забором должно завершиться в ближайшее время. Работа при конструкции территории запланирована начать уже нынче весной, в мае. В целом проект принят, причем он уже сделан в достаточно высокой степени готовности для того, чтобы можно было приступать к его реализации именно в этом году. Чтобы к концу этого года основной объем строительных работ был выполнен, а на следующий год остались какие-то элементы благоустройства. Основные работы по благоустройству набережной будут завершены до Чемпионата мира по футболу. Однако развитие территории продолжится после 2018 года. Проект второй очереди включает несколько новых объектов. Один из них – это реконструированный паводковый причал. Его можно использовать как спортивную площадку, где можно разместить сооружение для катания на скейтбордах и для велосипедных экстремалов. Сам паводковый причал уже служит некой такой антресолью, как в спортзале, с которой мы можем лицезреть какое-то действие. Получается, что внутри мы сразу получаем площадку, мы к ней даже сделали тоже несколько ступеней в виде амфитеатра, где можно посидеть и посмотреть какое-то действие. А вот что это будет, уже сейчас трудно сказать. Это, видимо, будет сменная функция. То есть любое оборудование, которое будет выставлено, мы предполагали, например, там может быть скейт-парк. Рядом с Канавицким мостом проектировщики предполагают разместить большую концертную площадку на 800 зрительских мест. Она будет обращена к реке с видом на собор, на стрелку и на закат солнца в конце дня. Эта концертная площадка, она расположена на естественном откосе. То есть вот на этом перепаде в три метра. И, естественно, она обращена к реке. Развернуть ее без каких-то специальных мероприятий просто не удастся. Так как мы думаем, что концерты – это все-таки малая часть времени, а больше это просто часть прогулочной зоны, и можно просто посидеть в этом амфитеатре, то вид как раз в эту сторону наиболее прекрасный. То есть мы видим в перспективе уходящий мост Канавинский, и перед нами стрелка и собор Александровневского. Вторая очередь проекта предполагает также создание двух террасированных склонов. Одного – со скамьями для отдыха, другого – в виде многоуровневого цветника. Важным элементом реконструкции станет устройство фонтана. После реализации проекта обновления зона отчуждения на набережной должна стать привлекательным городским пространством. Эта реконструкция станет уже третьей по счету, а значит, будем надеяться, она окажется удачной. И город подружится с рекой, а в амфитеатре зазвучит музыка. Большой амфитеатр на берегу Оки, напротив Стрелки – это не единственный театральный проект, который готовится к реализации в Нижнем Новгороде. Мы сегодня об этом еще расскажем. Но сейчас на очереди современная практика строительства. Рубрика «Деревянный дом. Вопрос-ответ». На производстве клееного бруса получают изделие длиной до 13 метров. Можно при желании и больше, но размер кузова фуры при перевозках служит ограничением. Гораздо важнее, что все резы деталей, пазы, выемки, отверстия выполняются на программируемом станке-автомате. Допуски по точности 0,2 мм – это уровень машиностроительного завода. В итоге все элементы дома, даже внутренние балки, будут сделаны в цеху. Как они соединяются, видно на образце для демонстрации. Здесь представлены разные варианты сечения балок. Чаще всего это балки перекрытия, балки пола первого или второго этажей. Также это может быть коньковая балка. И, соответственно, здесь представлены варианты их крепления. Как это происходит? Как они крепятся? Здесь предусмотрена выборка фрезой от такого гнезда, в который вставляется, в свою очередь, вот такая клееная балка. Вот самое ходовое, пожалуй, сечение, вот это 243. И, соответственно, очень удобно это во время монтажа. Это позволяет делать очень прочные полы с любым шагом на этапе уже проектирования даже. И, соответственно, пол будет жестким, не будет прогибаться, не будет вибрации. Вот такие возможности на данном производстве есть. Изготовить вот такие балки. Никаких дополнительных опор, никаких гвоздей, креплений, уголков. Можно все изготовить прямо на производстве, под проект. Максимально все автоматизировано. То есть максимально изготовлен дом на производстве. Как можно меньше ручного труда в строительных условиях на площадке. Также здесь зачастую на производстве изготавливаем, закладываются сразу отверстия под электрику. Вот эти круглые чашки. Это отверстие под розетки. В данном случае здесь уже и выдержан тот размер, который требуется для установки как раз двойной розетки. Розетка с двумя гнездами. Но все это делается в соответствии с проектом. Конечно, конечно. Изначально самое главное для нас – наличие проекта с четким техническим заданием. То, что мы видели, это индустриальные технологии современного деревянного строительства. Однако во многих местах из дерева строят бани и дома, опираясь на старые деревянные традиции, используя смекалку, навыки ручной работы. И в этом направлении техническая мысль тоже не стоит на месте. В гости к этим людям наша съемочная группа приезжает не первый раз. Именно здесь была доведена до ума знаменитая установка Владимира Федоровича Трифилова. Именно эта команда воспроизвела в качестве опытного образца идею рыхлителя для приусадебных участков, которые освобождают от нагрузок спину. Еще раз представляю всех Трифилов, Виктор Константинович Волков, Сергей Александрович Александров. Один – оборонщик, другой – специалист по редкоземельным металлам, третий – запускал робототехнические комплексы. Накануне наступающей зимы они сейчас колят дрова и делают это на основе инженерной мысли. На, пробуй. Легким движением руки, как говорится. Да, тяжело. Она сама напяливается. Вон, красота. Конечно, главный интерес у всей компании инженеров – как помочь построить деревянный дом. А там первое дело подтащить бревно в нужное место, что, собственно, и происходит на наших глазах при использовании очень несложной тележки. Я только не успел рассмотреть, как бревно подвешивается на колеса. Секрета особо-то нет никакого. Вот бревно предварительно выставлено на полено. Далее я наклоняю телегу. Так, и стержни кладутся. Да, кладутся на плечи этой телеги. Дальше я наклоняю. Рычаг. Рычаг, да. Ставится на другой. Все, бревно вывешено. Оно легло. Провис назад небольшой есть. И вот второй член бригады берет стропу, просто поднимает и рулит. Ну, просто, чтобы заносить ее куда-то, да? И вот поехали. Очень легко и просто. Чтобы подцепить бревно, его в самом начале немного приподнимают, подкладывают полежка. Однако у Волкова есть специальная рамка, которая позволяет погрузить бревно прямо с земли. Протаскиваем рамку через бревно. Примерно на центр. Далее процедура точно такая же, как и вы только что наблюдали. Рамка ставится на плечи захватов. Оп. Все. И поехали. Сам Волков с такими тележками построил десяток струбов. А потом передал чудо-технику своему коллеге Александрову. Я струб сам строю, делаю, баю. У себя на усадь. Да. У меня под гору участок. Градус 15. 70 метров, градус 15, наверное. Перепад между домом и струбом 7 метров. Вот я бревно с женой катал. Вот именно этим образцом, да? Ну, типа такой там. Аналогичный образец. Похоже там, то есть. Ага. Ну, принцип этот. Принцип такой же. У меня жена направляла, а я катал. Поставленные под центр тяжести бревна, тележка легко катится одной рукой. Два колеса на одной оси позволяют без проблем поворачивать в любую сторону. На погрузочных работах эта вот штука минимум одного человека экономит. Ну. Ну да. Минимум. А то и в чвером придется вот такое бревно таскать. А здесь вдвоем и очень легко и просто. Для облегчения труда при сборке сруба Волков придумал еще несколько механизмов. Каждое приспособление – это отдельная история. Расскажем в следующий раз. Во второй половине программы мы покажем еще несколько устройств этой группы изобретателей. Приспособления, которые они придумали, позволяют заметно облегчить и упростить строительство деревянного дома. Все увидим после окончания блока рекламы. В эфире телевизионная программа «Видеожурнал Строй». В первой половине выпуска мы показали проект устройства большой концертно-театральной площадки на Нижней Волжской набережной напротив Стрелки. Сейчас мы расскажем о строительстве еще одного театрального объекта на противоположной стороне от Стрелки на берегу Мещерского озера. Смотрим сюжет Марии Тяжеловой. Эта стройка была живой несколько лет назад. Потом возникла пауза. В 2017 объявлен новый старт. Значит, брошенные стальные конструкции фасада все-таки обретут жизнь и превратятся в стволы сказочных деревьев. В ходе реконструкции здания детского театра «Вера» на Мещерском озере будет коренным образом перестроено. Здесь полностью будет внутренний набор помещений изменен. Будет значительно увеличен зрительный зал, новая сцена будет, удобное помещение для сотрудников. То есть формат будет, театр вообще совершенно новый. В подвальных помещениях здания разместятся цеха, мастерские и склады театра. На первом этаже появится рекреационная зона для детей, а на втором – кафе. Будет расширена сцена и увеличено число посадочных мест в зрительном зале с 60 до 153. Все это обеспечит условия для полноценной работы театра, который знают и любят не только в Нижнем Новгороде, но и во многих других городах России. Он единственный театр для детей, он единственный камерный театр в России. Так мы же должны это сделать таким, чтобы это было единственным. Значит, технически он должен быть так сложен, чтобы нигде не звучало это громкое, чтобы это мягко входило, чтобы техника была не на уровне фантастики, но, во всяком случае, она была к сегодняшнему времени причастна. Техническое оснащение театра получит полное обновление. Новое оборудование должно быть смонтировано к весне следующего года. Очень серьезное, импортное, хорошее оборудование, чтобы хороший звук был, хороший свет. То есть полностью здесь начинка будет новой. Не так много в Нижнем Новгороде театров. А новых театральных зданий у нас в нынешнем 21 веке еще не строили. Первым будет построен театр «Вера» около Мещерского озера. Сказочный лес на фасаде и общая площадь почти 3,5 тысячи квадратных метров. Сейчас вновь возвращаемся к строительству деревянного дома. Продолжаем показ изобретений. Группа нижегородских инженеров Волков-Александров-Трефилов, которые создают устройства для облегчения работы с бревнами на строительной площадке. В старину топор заменял мужику любой инструмент. Им, говорят, ложки вырезали и даже бороду брили. Сейчас вместо топора все чаще используют бензопилу. Но это тоже, у кого руки из плеч растут. А все остальные могут только что материал поднести. Вот мы и попытались поднять бревно. Только осенью-то оно намокло, затяжелело, не в подъем. Ребята, да, осторожно, а то задавит. Не положим, а сбросим, вы что? Собственно, это присказка, потому что Волков уже нужный инструмент приготовил, несет. А вот лебедка. Давайте сюда. И ей запросто поднимаем. Механическое устройство без мотора можно быстро запустить в дело даже без электрической розетки. Ставим на него подпятник. Ставим убедительную штангу, если таковая нужна. Есть. Соединительный ниппель на нее со стопорами. В него втыкаем штангу подъемного крана. Переводим на подъем к лебедку. Дальше все в руках мастера. Чистая механическая работа. Это еще хорошо знали в древнем мире. Пара минут, и бревно выходит на верхний венец. И все. Оно на месте. Дальше двигаем его туда-сюда. Такой мини-кран с малым выносом. На стройках его называют гусек. Вещь известная. Другой вопрос, как его быстро и надежно закрепить. Две точки крепления. Лапа захвата. И вот такой скворень забивается в землю. Ставится подпятник. Есть два варианта. Если, например, у вас там пол, то в подпятнике сверлите под саморезы отверстия. И просто в подпятник засовываете штангу или гуся там. И уже поднимаете, допустим, с второго этажа. Так вот, соль решения вот в этих креплениях. В этой лапе. В этой лапе. И в скворне. Да, и в точке крепления за землю. Устройство не один раз испытано на стройках. И самое главное, на самом себе. Какая высота была? Ну, высота с рову два метра. А, в смысле, это уже на уровне второго этажа? Даже крыша, под крышу? Ну, под крышу, грубо говоря, бревна шестиметровая, я один поднял. Ну, вы, мужчина, крепкий, конечно. За счет этого приспособления я один поднял. Потому что у вас, правда, бегает вокруг сруба. Ну, факт то, что я справился один. То есть даже в одиночку, немножечко побегав, да, бревно закинешь наверх? Ну, закинем. Тяжелое бревно занести наверх – это еще полбеды. Чтобы венцы переплелись в сруб, нужно на каждом углу выполнить выемку, чашку, точно в размер, в нужный диаметр. И чтобы прошло бревно прямо поперек, не уходило в сторону. Вот для этого Волков смастерил другой инструмент. С мотором от дисковой пилы. Вернее, идея была от Трифилова. В железе делал Александров и уже менял. А потом все перетряхнул и довел до ума Виктор Константинович. Вот это вот захват, который обнимает бревно любого диаметра. И вот эти вот выдвижные… Направляющие такие. Да, направляющие. Ставятся в паз. В паз. В паз. И по форме тоже они, естественно, его обрисовывают. Да. И в зависимости от диаметра их можно выдвигать. Здесь у меня риски на них есть контрольные. То есть оно должно охватить бревно. Да. И плотно приезжаться. Вот эта задача закрепить инструмент, оказывается, очень непростая. Требует хорошей мысли. А знание трехмерной геометрии позволяет сконструировать рабочий орган, режущую головку. Сделана она из победитовых токарных резцов. Сделана тоже, в общем, достаточно хитро. Шаг у этой режущей части в один сантиметр. То есть начинается с 18 сантиметров и кончается с 26, по-моему. Допустим, мне нужно на 21 сантиметр бревно. Я развожу на следующее деление. Вот как раз оно разведено. Они смещаются? Да, смещаются. Отвинчиваешь болт, на одно деление переставляешь. И, соответственно, диаметр возрастает на сантиметр. Разработанный волковым чашкой резц действует надежно, как станок. Нужно только правильно закрепить и точно определять размеры конкретной чашки. Топором махать и выпиливать, допустим, пилой или еще чем-то выбирать. Это как-то, во-первых, требуется большой опыт, хорошая квалификация плотника. Ну и все остальное. А здесь абсолютно неквалифицированный человек через час начнет работать и заткнется за пояс любого плотника. В нашем случае покруче плотника оказался инженер. Время заканчивать сегодняшнюю передачу. Начинали выпуск рассказом о проекте Большого амфитеатра на Нижневолжской набережной. Показали строительство театрального здания на Мещерском озере. В конце у нас было интересное зрелище, где демонстрировались изобретения для работы с бревнами при строительстве дома. Вы смотрели телевизионную программу «Строй». До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok